На ветру общей истории Культура 8 октября 2014 на ветру общей истории На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что белорусам Украина ближе, чем Россия. Так он фантазировал во время своего выступления в рамках Форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире, в котором принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко. Зеленский отметил, что в Белоруссии живут очень теплые люди, с которыми у украинцев отличные отношения. Да, такие отличные, что Лукашенко пришлось границу закрыть из-за контрабанды оружия с братской соседкой. Казалось бы, пустое дело меряется близостью, тем более что в Белоруссии второй государственный язык не украинский, да и батька прямо заявил накануне 75-летия освобождения Белоруссии, люди гибли вместе, с русскими людьми воевали вместе, это наше общее достояние. «Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык», так и сказал Александр Лукашенко по-русски. Но ретивых политиканов такие вразумления не останавливают. В начале юбилейного года оппозиционный Белорусский народный фронт потребовал от президента Лукашенко ограничить трансляцию российских телеканалов, то есть к тому, что произошло на Украине. Это все часть того же плана разрыва восточнославянского единства, что и действия киевских марионеток Запада. Сама история, и древняя, и недавняя, используется порой в политиканских целях, работает на разделение славян, на разрыв глубинных связей. Процветает, например, доморощенная теория о том, что Великое Княжество Литовское зародилось не на территории современной Литвы, а в окрестностях Новогрудка. Из нового местоположения колыбельки средневекового княжества следует два актуальных вывода. В ВКЛ доминировала белорусская шляхта и в ВКЛ доминировала белорусская мова. Самостейники великолитовцы используют интеллектуальную уловку, с помощью которой выпускник филфака, чьи родители, если не он сам, были извлечены советской властью из глухой вески, мог наконец найти что-то общее между собой и вожделенная аристократия Великой Литвы, они ведь говорят на той мове, на которой предположительно говорила шляхта. В Витебске открыли памятник литовскому князю Альгерду, который много и довольно успешно воевал с Москвой. Там же было заявлено, что планируется установка памятника литовскому князю Мендовгу. Оппозиция без помех отметила 500-летие битвы при Орше, когда польско-литовское войско разгромило московскую армию. На поле битвы разместили барельефы с портретами польско-литовских военачальников. Чуть позже Национальный банк РБ выпустил памятные монеты с изображением участника сражения князя Константина Острожского. Я уже не говорю о том, что Институт Истории Нан Беларуси решил, что термин «Отечественная война 1812 года» в белорусской историографии использовать неправомочно. Надеюсь, Великую Отечественную не переименуют просто во Вторую мировую, как на Украине. Тут не место дискутировать и пространно развенчивать какие-то исторические теории, но ясно, например, что ворогом славянского братства наиболее действенным представляется оголтелый антисоветизм. Встречается прямо чеканная формулировка «Сталинские репрессии конца 20-х – начала 50-х годов уничтожали все лучшее, активное, разумное и творческое на нашей земле». Руководители Общего Союза писателей Н. Чергинец и Н. Иванов возлагают цветы к памятному камню Константину Симонову. Класс equals галерий Матлевью equals true. Руководители Общего Союза писателей Н. Чергинец и Н. Иванов возлагают цветы к памятному камню Константину Симонову. Обращение. Пленума Союза писателей Союзного государства. Город Могилев, 3 октября 2019 года. Исходя из гуманистических принципов. Осознавая ответственность перед будущими поколениями. Проповедуя принцип миролюбивого соседства. Учитывая общность многовековой истории. Высказывая озабоченность прерванностью культурных связей. Признавая главенство литературного слова в духовном развитии общества. Пленум Союза писателей Союзного государства Белоруссии и России обращается к писателям Украины с предложением о проведении встречи между писателями трех независимых государств Украины, Белоруссии и России. В повестку дня могут быть внесены вопросы проведения совместных заседаний по вопросам роли и ответственности литературы перед вызовами времени, о художественном переводе произведений писателей трехславянских государств, работа с молодыми авторами, участие в совместных изданиях, литературных премиях, книжных ярмарках-выставках, литературных выездах в регионы к читателям и т.д. Местом встречи могут быть стык славянских государств на границах Брянской, Черниговской и Гомельской областей, а также город Минск или любое другое место и время, которое может быть предложено для рассмотрения украинской стороной. Исходя из ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, писатели России и Белоруссии вместе с писателями Украины готовы выступить гарантами в процессе и процедуре дальнейшего обмена задержанных участников конфликта, стать посредниками в любых гуманитарных акциях, способных облегчить состояние попавших в тяжелую жизненную ситуацию людей направленных на стабилизацию обстановки. Ждем реакции и ответа украинских коллег. Конечно, писатели не могли не побывать на знаменитом Буническом поле, где уже в первые месяцы войны был дан сокрушительный отпор гитлеровцам. В разгар этих боев в расположении войск прибыли 25-летний репортер «Красной звезды» Константин Симонов и фотокорреспондент Павел Трошкин. Здесь Симонов повстречал героя обороны Могилева, командира 388-го полка полковника Семена Федоровича Кутепова. Так вот Кутепов советовал Симонову уехать, потому что бои должны были лишь усилиться, но писатель упросил оставить его. На позиции Кутепова двинулся танковый кулак из 70 бронированных машин. В результате тяжелейшего 14-часового боя было уничтожено 39 фашистских танков. Не подбито, а именно уничтожено эти танки уже не подлежали восстановлению. Не сумев преодолеть оборону полка Кутепова, немцы обошли Могилев и двинулись в сторону Москвы. Был взят Смоленск, а Могилев продолжал сражаться. Выбравшийся из этой мясорубки Симонов, пораженный увиденным, пишет очерк «Горячий день», и уже 20 июля известия вышли с этим материалом и фотографией панорамой десятков дымящихся, обугленных фашистских танков. Это был выплеск иступленной веры в том, что мы выстоим, одолеем врага. До конца своих дней помнил писатель «Увиденное», написал об этом в романе «Живые и мертвые». И прах свой Константин Симонов завещал развеять над Бруническим полем. Сейчас здесь установлен памятный камень. У этого камня и состоялся краткий поэтический митинг. Писатели помянули павших героев, а заслуженная артистка России Надежда Колесникова исполнила несколько военных песен. Ее плащ-палатка развивалась на ветру общей истории славы. Александр Бобров